Привет, с вами вновь Андрей Лофф и давайте что-нибудь поделаем в фотошопе. Так случилось уж сегодня я дома, вчера я пробил себе колеса и поэтому сегодня работаю удаленно из дома. И меня подключили на веб, я верстаю тут всякие странички, рассылки и так далее. И многие меня просили где-то что-то сделать по вебу, вот сегодня давайте я сделаю. Как говорится, все познается сравнение, поэтому сегодня можно будет сравнить, что в принципе хотели сделать, что сделаю я. Разберем, что есть хорошо, что есть плохо с моей точки зрения и вообще немножко поговорим о дизайне, о каких-то технических моментах. Итак, вот приблизительно такую вот рассылку должен получать клиент себе на почту, там при каком-то действии на сайте. Если не ошибаюсь, это по-моему если человек зарегистрировался и не заходил на сайт, то ему приходит по электронной почте вот такая вот рассылка, где ему предлагают какие-то вещи посмотреть и зайти. На меня это все перевели, поставили задачу разработать дизайн, сверстать и отдать это все на верстку нашим верстальщикам. Вот макет концепт, который был сделан для меня неким дизайнером, я не знаю, и как некую логику мне его показали, что вот приблизительно так. Вот смотрим на этот макет и скажите, вот вам нравится или не нравится? Вот свое мнение сформируйте, то есть, ну понятное дело, что мы тут пока в детали не сматриваемся, но в общем и целом. Давайте теперь приключимся на то, что я уже сделал, что вы уже утвердили и сейчас это будет отдаваться на верстку для веба. Вот такой макет подготовил я. Давайте с вами разбираться. Я вам объясню в принципе логику мышления современных дизайнеров и логику мышления мою. Ну, то есть, не думайте, что я противставляю себя современным дизайнерам, но просто я вам расскажу, чем руководствует один дизайнер и чем руководствуюсь я. Во-первых, и самое главное, о чем я уже говорил в каком-то ролике, это дизайнер обязан думать. Дизайнер это не художник. Этот художник может выключить мозг, что-то нарисовать и сказать, что это безумно круто, и я вот так вижу. Дизайнер нет, дизайнер должен руководствоваться здравым смыслом. Первое, что есть дизайн, это картинка. Это некий сюжет, это некая эмоция. То есть, если вы в свой дизайн-макет, не важно, полиграфия, веб, да все что угодно, вы не засовываете картинки с какими-то сюжетами, либо просто красивую картинку, образ, эмоцию, то вы делаете не дизайн, вы верстаете газету. Вот газета это та сфера деятельности, где люди, когда ее разрабатывают, руководствуют другими целями. Там задача, чтобы человек все это прочитал, получил информацию. Картинка, ну, просто как некий постфактум к тексту, там, рассказывают о каких-то там политических событиях, ну, и картинка, как два политикана жмут друг другу руки. То есть, это не дизайн, это информация. Дизайн это попытка управлять человеческими ожиданиями, там, попытка человека улыбнуть, удивить, что-то еще сделать. Если вы этим не руководствуете, то вы не дизайнер, вы, собственно, и не делаете дизайн, тогда получается, вы делаете газету. И это неплохо, просто вы должны давать отчет, чем вы занимаетесь. Современные дизайнеры, вот я, когда я смотрю некоторые сайты или полиграфию, я вообще поражаюсь мышлением. Вот есть картинка, ведь она, в принципе, офигенная. Тут, смотрите, есть фрукты, давайте мы ее сейчас найдем в этом макете. Вот она, картиночка, давайте отравку уберем. И вот, она же красивая, она скачана шаттерсток, она уже подготовлена, сфотографирована. Она красивая, она сочная, да, тут есть пересвет, ее, в принципе, можно доделать, но, в принципе, картинка крутая. И что делает дизайнер? Дизайнер ее ставит в автравочную маску, в какой-то маленький прямоугольник. Это не только этот дизайнер, это вообще очень многие дизайнеры так делают. И дополнительно потом это затемняет. Вообще, вот эта вот идея, ну, можно через КРВ это сделать, просто взять и затемнить. Логика ясна, мы должны сделать контрастную подложку под белые буквы. Зашибись. Вы берете самое важное в дизайне, что может быть, и убиваете это по всем фронтам. Еще бы, по всем фронтам. Еще бы, что нужно сделать, и то, что дизайнеры любят, это размывать. Это фильтр размыть, размыть я по гауссу. Они это еще дополнительно размывают, чтобы еще больше убрать акцент с фона и сфокусировать человека на названии. И вот таким образом они делают картинку. Это потрясающая логика убить самое важное в дизайне, что может понравиться человеку. Поймите правильно, что вот это все, как и большинство дизайна для клиентов, для людей, это спам. И я дизайнер, но я это головой своей понимаю. Это мне потребуется только тогда, когда мне реально, например, понравится диван. Все остальное, когда я либо это вижу, это спам, это мусор. Единственное, что может меня заинтересовать в этом макете, это как раз эта картинка. То есть я иду по улице, либо я это получил в письме, и я вижу вот эту вот офигенную сфотканную картинку. Думаю, нифига себе прикольно, клубничка. И закрываю. Но, по крайней мере, мне хоть что-то понравилось. Секундно. Если мы убираем вообще эту картинку, этот блок, и вот оставляем, вот, это чисто в этой газете. Это даже секунды человек этому не уделит. Вот это надо понимать. Это к тому, что дизайнер должен думать. Он должен включать свою голову. Далее. Возвращаемся к моей работе. То есть в чем идея? В чем руководствуюсь я? Я знаю, что дизайн это картинка. Я знаю, что есть акценты, и что нужно человеку дать хотя бы что-то, что ему может в теории понравиться. Даже если ему это нафиг все не нужно. Вот этот весь макет, он его удалит сразу же. И это картинка. У вас есть Shutterstock, у вас есть Google, в крупных компаниях делают фотосессии, нанимают 3D-дизайнеров, ретушеров, делают коллажи с одной целью – показать картинку. Все остальное идет обрамлением к ней. Я уже в своем ролике как-то показывал макеты Mercedes, BMW и так далее. Поскольку в обычном потоке дизайна в компаниях нет возможности такие мощности, подключать такие деньги, платить, просто скачивается картинка, которая должна вызвать какой-то интерес, верстается, причем верстается максимально возможный размер относительно холста. В данном случае у меня есть шапка, и я картинку сверстал максимально по ширине. Я ее нигде не ограничил, я ее нигде не обрезал. Я ее сделал максимально большой, чтобы человек, когда получил, это увидел. И не важно, как это все кропнется. То есть, например, вот эта вот картинка, она может, давайте сейчас это симулирую, она может, когда придет там какой-нибудь мобильный телефон, что-то еще, она может кропнуться. То есть ее вот так вот просто возьмет и обрежет. Вот таким вот образом. Вот, то, что там человек увидит. Но какая разница? Самая главная сюжетная и значимая часть этого макета – это девочки прекрасные беззубые с собачкой, это там шапка, это слоган, они все останутся в центре. Человек в любом случае прочитает, независимо от того, на каком устройстве он это увидит. И в этом есть идея, да, человеку хотя бы секунду что-то интересное в этом мире. Хоть какую-то картинку. Сюда можно поставить котов, машину, красивых девушек, да все что угодно. Но сам подход к верстке, он верный. Вы сначала человеку даете какую-то картинку, а потом вот это весь ваш мусор коммерческий вы ему показываете. Это единственное верное решение. Все остальное, ну это полная чушь. Здесь может быть какая-то графика вектора, но какая разница? Это картинка, которую вы хотите вызвать интерес и эмоцию. Если вы от этого отходите в пользу просто какой-то подложки, которую вы по каким-то причинам считаете, что она, не знаю, вот она, единственное, что выполняет, это она является контрастным фоном к буквам. Вы в принципе не делаете дизайн макет, вы делаете газету, вот запомните это. А тут я не настаиваю о том, что это там безумно классная картинка и так далее. Нет, сюда можно картины хоть сотни делать и будем выбирать. И мы выбирали, вот это всем понравилось. Да, она мне в принципе нравится. Единственное, конечно, вот я скачал ее шаттерстоп, здесь, конечно, полностью убит лоб фотограф. Все очень сильно пересветлил, высветлил. И здесь, к сожалению, никакой информации уже не было. Я чуть-чуть, конечно, все это подправил, но, как вы видите, все равно выбивается. С другой стороны, это добавляет контраст к картинке. С учетом того, что большинство людей, и вообще даже в том числе и дизайнеры, они зачастую имеют очень гипертрофированное чувство вкуса. Для них такой контраст будет красивым. То есть я, конечно, понимаю, что это ошибка фотографа, это ошибка на постобработке на редуши, но, тем не менее, это можно оставить. Далее, давайте теперь посмотрим, в принципе, поверстки по некоторым моментам уже, которые бы хотелось давать донести. Здесь используется шрифт OpenSense. То есть, ну, изначально мне сказали, что мы его используем, он наш корпоративный, все дела. В исходнике, который я посмотрел, здесь, если мы посмотрим на шрифт и посмотрим его характеристики в Photoshop, то есть я выделил, нажал Ctrl-T, здесь межбуквный интервал стоит 0. И вот это, это можно считать технической ошибкой. Я объяснил, в чем логику. Все познается в сравнении. Вот давайте мы сейчас возьмем два блока, и я вам покажу, что нужно сделать дизайнеру, когда он получает какой-то такой шрифт. Шрифты все разные, и то, что я сейчас скажу, применить на OpenSense, не значит, что нужно применять ко всем. Мысли применять нужно, но самую техническую реализацию не всегда. Вот у нас с правой стороны, с левой, находится OpenSense без разрядки. А с правой, как я говорил, всегда можно добавлять разрядку там 20-30. Я поставлю 30, я посмотрел. Вот мы ставим. И ставим 100% масштаб, как человек будет смотреть. Вот посмотрите, какое из этих текстовых написаний смотрится лучше. В данном случае кегель достаточно большой, и разница между левым и правым не столько велика. Хотя правый чуть-чуть смотрится, ну, попроще по восприятию. Левый, ну, в силу того, что здесь все-таки буквы не имеют такое сочетание, чтобы они слипались, тоже смотрится нормально. А вот если мы уже смотрим вот что-то такое более крупное, мы видим, что здесь DL у нас в каких-то местах начинают пересекаться. КУ и так далее. Но усугубляем дальше. То есть я вам просто показал в крупном. А у нас теперь есть мелкий кегель. Вот, например, давайте посмотрим с вами вот парма. Более мелкий у нас кегель. Мы можем с вами продублировать. Левый парм у нас будет ординал. А правый мы с вами сделаем разрядку 30. Есть шрифты, которые изначально по умолчанию вот в таком вот масштабе, как вы видите, они сливаются. То есть они достаточно слипаются. И тем самым мы, ну, мы можем либо оставить как есть, либо облегчить человеку считывание информации. Считывание информации можно облегчить путем дополнительной разрядки. То есть больше 30, конечно, ставить не надо. То есть если вот здесь мы поставим, например, 100 в обычном тексте, как видите, буквы уже слишком друг от друга убегают. Это смотрится как-то по-китайски. То есть, ну, реально, китайцы так разряжают. 25-30. Если 30 считаете много, поставьте 20. Но оставлять на 0 именно в данном шрифте, в данном написании, я считаю неверно. То есть правильно позаботиться о клиенте, как вот, например, в своих блоках сделал я. И чуть-чуть дать разрядки. Тем самым облегчить человеку воспринятие этого текста. Тут при наведении будут меняться кнопочки, все дела. Следующий момент, который хотелось бы заострить внимание. Это заголовки. Заголовки написаны у нас заглавными буквами и то же самое вообще без разрядки. Я уже говорил неоднократно в роликах, что заглавные буквы без разрядки, это вообще, конечно, очень плохо. Да и в принципе, заглавные буквы нужно очень хитро уметь использовать. Просто так поставить, чтобы занять большое количество пространства. Либо показать массивность. Я тут клиент обожаю говорить, давайте сделаем большими буквами. Это вот так массивно и так далее круто. Если вы и делаете заглавные буквы, то обязательно делайте разрядку. Там от 100 и там выше вообще я стараюсь делать там 200-150. Вот в таком исполнении это еще более-менее смотрится. Но от этого уже давно отошли на многих сайтах, потому что люди-то думают. Просто кто-то думает раньше, начинает думать, а кто-то позже. И давно уже все пришли к обычному написанию по стандарту. То есть у нас заглавные буквы и малые буквы. Это смотрится более стильно, более понятно. И это не нагромождает проект. Это дает какую-то некую единую концепцию. Когда везде все одинаково, но при этом дизайнер может играться как с стилистикой написания, либо делать там регуляр, либо болт, либо экстра болт. Он может делать, размер у него всегда все может сделать, меньше текстовый блок, больше сделать текстовый блок. Тем самым давая вариацию. То есть у нас в счет того, что... А, светочие можно добавлять. В счет того, что у нас телефон больше по кегелю, имеет более контрастный цвет по отношению к подложке, он у нас на первом плане, с каких до каких у нас работает организация. На втором мы уменьшили по кегелю, мы сделали начертание регуляр и добавили другой цвет. То есть убавили контраст. То есть вот, что может делать дизайн. Но в целом эта шапка смотрится аккуратнее, чем вот эта. Ну, хотя решайте сами. Я вам не больше чем показываю, свое мнение высказываю. То есть если она отличается от вашего, то, конечно, напишите. Мне будет интересно почитать, что думаете вы. Далее, что касается самого товара. Мне вообще, вот глядя на это, мне вообще не очень нравится идея, когда много цветов в каком-то блоке, отличных от вот этого, условно назовем дизайнерского, где у нас есть картинка, шапка и так далее. Для меня очевидно, что три значимые вещи вот в каждом из блоков с товаром. Это картинка на первом месте, это скидка, которую человек может получить как выгоду и сама цена. Все остальное это вот, ну, это мусор. Это не так важно в том случае, пока человек рассматривает. Это важно, когда человек что-то увидел, картинку, ему это понравилось. Тогда, да, тогда уже все важно. И как это называется, и какая кожа, и так далее, там характеристики. Они уже находятся внутри карточки товара. А на первом плане это все-таки картинка, она должна быть офигенной и крутой. На втором моменте это выгоды, какой-то человек может получить, почему это приложение уникальное или суперпредложение. Ну и сама цена, что там диван 25 тысяч или 26, это не безумно много, а скидка 40%, то, что на него сейчас. Ну это вообще здорово, что ты, не пуская возможность, купи. Далее у нас, соответственно, блоки достаточно неплохо разряжаются, чтобы дать воздуху, чтобы все-таки воспринималось это более-менее интересно. Что мне еще здесь не понравилось? Мне не понравилось, что здесь знак рубль, он отдельный по написанию от самого шрифта. В каком-то ролике я уже показывал, что вот этот знак рубля можно рисовать из любого шрифта. И сверстать тоже нет большой проблемы. Зачем использовать разные чертания, тем самым убивая как бы эстетику дизайна, я тоже не очень понимаю, нужно все это все-таки перерисовывать самому, не лениться. Далее. Вот опять же, мне не хотелось сделать вот эту вот кнопку прям яркой, то есть опять же добавлять цвет. Вот это мне не нравится, что видите, здесь такие пятна и здесь еще зачем? Я хочу показать человеку картинки. Здесь будет не только диван, здесь может что угодно, могут быть разные диваны. Пусть человек смотрит картинки на белом фоне, это смотрится красиво. Зачем ему дополнительно давать какие-то еще цвета? Скидка это не более чем акцент, она здесь будет разная, здесь будет 35%, 70%, 15%. Фактически я хочу, чтобы человек видел диван и видел сразу, с какой скидкой он может ее купить. Там скидка 50%, он может обратить внимание. Все остальное вот это я вот не хочу делать, я не хочу, чтобы здесь какие-то были цвета и так далее. В конечном итоге, зачем я этот ролик записал? Я этот ролик записал для того, что во время разработки чего-либо нужно все-таки думать и понимать, для кого вы и для чего это делаете. Всегда можно сделать что-то простое и понятное с точки зрения программы. Вы дизайнер, вы программу знаете, заказчик программу не знает. Все, что вы сделаете, в принципе, им будет расценено как хорошо. Но вы же, если работаете в дизайне, вы же прекрасно понимаете, что когда вы что-то нарисовали, показали, заказчик может сказать, либо да, это супер офигенно, прям готовь, либо он скажет, ну вроде да, но что-то не то. Вот чтобы этого не было, вы должны думать и за себя, и за него, и за людей, и вы должны объяснить свою позицию. То есть когда я вот это показал макет, я объяснил, что я хочу показать людям. Мне сказали, это круто, это отлично, готовь к верстке, отдавай верстальщику. Вот что я хочу сделать. И до вас вот это мысль хотел донести, потому что дальше, если вам такие ролики будут интересны, может быть мы что-нибудь вместе с верстами, я вам прям покажу, как все это делать. Вот, но в общем и целом хочется донести, что вы сначала, прежде чем что-то рисовать, вы должны сами себе объяснить, себе, потом заказчику и потом как бы всем людям, зачем вы это делаете. То есть чем вы руководствуетесь. А у меня логика простая, у вас есть шапка с картинкой, у вас есть картинки со скидкой и с ценой. Вот собственно они и видны только, здесь виден зеленый блок и цена, все остальное уже сливается на таком расстоянии. И все, есть слоган, есть кнопка. Все, вот моя идея. Моя идея донести эмоцию у девочек, моя идея, чтобы остался у нас там слоган и моя идея картинки. Все, все остальное я считаю, что большинство людьми будет восприниматься как спам. И чтобы этого не было, я все это убиваю на второй, на третий план, оставляю только с моей точки зрения важное. Такой вот короткий ролик получился. Напишите, вообще вам эта тема интересна, чтобы я вам там что-то по вебу показал, какую-то логику построения интерфейсов, вообще как все это рассуждать. Либо все читаете бредятиной, вам все это не нужно, вы считаете, что вы там умнее, успешнее, вообще все у вас зашибись. Еще раз напомню, мой все-таки основной профиль это полиграфия, но и веб это ничем, он глобально не отличается, просто в любом случае все руководятся своим чувством и вкусом. Все, заканчиваем сегодня этот ролик, с вами был Анрилов, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok